Сыктывкарский учебный центр федеральной противопожарной службы еще в прошлом году оснастили современным учебно-тренировочным комплексом ГРОД. Но только сейчас, в день открытых дверей, пригласили испытать журналистов. Виктор Покушев поделился впечатлениями. Через несколько минут начнется стандартная тренировка газодымозащитной службы. Нам предложили на себе ощутить все тяжести этой профессии. Естественно, от такого предложения мы отказаться не смогли. Просто так, к выполнению боевых задач неподготовленного человека никто не подпустит. Требуются усиленные тренировки. Первый так, одевание боевой одежды. Такая спецодежда весит килограмм 15. Это без дополнительных инструментов. Но бывалый спасатель вес практически не ощущает. Кроме веса есть и другие сложности. Небольшой мастер-класс и к оборудованию допускают зрителей. Настоящие профессионалы одевают вот такую спецодежду всего лишь за 20 секунд. Мы попробуем уложиться в норматив. Естественно, как вы поняли, в норматив мы не уложились. Но мы же не профессионалы. Ладно одному в такой униформе ходить. Так ведь не все так просто. В этой профессии есть свои тонкости. У нас пожарные одни в дым не ходят. Существует звено газодымозащитной службы в количестве трех человек. И они ходят от трех и более человек для спасения. Новоиспеченная команда пожарных готова принять вызов. Инструктаж и тренировка начинается. Это комната проверки состояния газодымозащитника. Давление меряется перед физической нагрузкой и после. Естественно, если показания превышают норму, то такого пожарного в огонь не пустят. На удивление, спасатели-любители проходят по всем показателям. Теперь самое главное испытание – газовая комната «Грот». Лабиринт шириной максимум метр. Сетка, очень узкие проходы, звуковые эффекты. Все прям как при пожаре. Без помощи инструктора справиться очень сложно. Невероятно сложно. Непонятно, как вообще в таких условиях можно еще какое-то вынести. Это дым, огонь еще плюс крики какие-то. Просто сумасшедший дом. Я не понимаю, как эти люди вообще способны на такие подвиги. Учебно-тренировочный комплекс «Грот» как раз и предназначен для того, чтобы спасатель привык к экстремальным условиям, а в реальной ситуации действовал хладнокровно. Скоро пройдут испытания четырехэтажной башни, откуда при помощи спецоборудования предстоит спуститься в том числе и журналистам, обещали огнеборцы.